Привет всем любителям качественного времяпрепровождения в компании качественного алкоголя. Сегодня у нас битва титанов на канале. Однословные риски начального уровня, 12-летней выдержки. Глэмферих против Хайланд Парк Твэлф. Формат этого видео очень простой. Вскроем, продегустируем, и ваш табачный эксперт вынесет свой вердикт по поводу того, насколько каждый из данных конкурсантов может улучшить романтические свойства вашего табака, или сигары, или трубки. И в конечном итоге, какой бы из виски оказался бы на моей барной полке, на какой бы из них был мой личный, очень субъективный выбор. Что роднит эти виски? Общая доступность. Плюс-минус 40 долларов, 40 евро. Доступны практически в каждом регионе нашей необъятной планеты. Не нужно никаких особых liquor stores, специализированных магазинов. Просто заходите, шли в любой сетевой маркет и приобретайте. Особенности это, конечно, касается Глэмферих. Это виски односолодовый номер один в мире по продажам. По-моему, Глэмферих 12 наступает на пятки, но до сих пор свои лидирующие позиции сохраняет этот виски. Вообще, компания Глэмферих, это одна из последних компаний, находящихся в частных руках, William Grants & Son, более 13 миллионов литров в год. Операционная мощность. Более 30... Насколько я помню, 32 или 33 перегонных куба. Посчитывая, согласитесь. Highland Park принадлежит компании Erdington Group. Этому концерну многонациональному принадлежат такие марки, как McCown, The Famous Grouse. Но нас это особо не заботит, да? Мы же просто потребители, какая разница? Ну, разница на самом деле есть, потому как маркетинг, да, и диктует свои законы жизни. Вскрываем, дегустируем. Highland Park, Аркнейские острова, самый север Шотландии. Отличительная черта и большая дымность, копченость от торфа. Ленферих, 12, это Спейссайд, особый, как говорят, самый шикарный регион Высокогорья. Highlands. Отличительными чертами являются фруктовость, цитрусовость, свежесть. При выдержке в бочках из-под Херес, Аллороса или Педохиненес появляются ароматы темных фруктов, сухофруктов. Но в данном случае у нас будет, я так полагаю, совсем другая вкусовая палитра. Итак, совсем недавно на своем вводном виде по поводу виски я уже пробовал Highland Park в сочетании с сигарилой. Посмотрите. Возможно, будет занимательно. И вскрываем оленя. Гленферих переводится как «долина оленя». Все очень просто. Highland Park же не использует каких-то кельтских топонимов, просто потому что расположение на Аркнейских островах, а эти острова изначально населяли пикты, а потом норманы. Так что они пошли другим путем. Их предки — это суровые северные мужики с бородами, викингскими мечами и секирами. Ну, пробка особо не пахнет. Немножко я дал маху. К сожалению, что касается цвета, сравнение не удастся. Просто по одной простой причине. Гленферих, увы, окрашивает свои виски. Вопрос. Зачем нужно это делать? Что они скрывают? Ну, на самом деле, ничего они не скрывают. Но возвращаемся к требованиям рынка. Маркетинг. Люди думают, что более темный, такой золотистый янтарный виски, он более выдержанный, более ароматный, большей ароматической гаммы. Что на самом деле не совсем так. Ну, это отдельный разговор. Дело в том, что Гленферих 12 в основном удерживаются в бочках американского дуба, но также и в бочках европейского дуба. Все это бочки из-под бурбона. Соответственно, окраситься сильно он не может, потому как это бочки многоразового использования. Они заливаются по 6, по 7, по 8 раз. И приобрести этот цвет карамельный, который дают бочки первого залива, свежие бочки, просто не получается. В реальности, даже несмотря на то, что виски выдерживался довольно большой срок, 12 лет, ни много ни мало, тем не менее, реальный его цвет гораздо-гораздо светлее, чем мы имеем. Вот это вот такая замечательная янтарно-медовая, янтарно-медовый оттенок. Ну и, я так полагаю, по российскому законодательству, у меня российская бутылка, они обязаны, так же как и в Германии, например, они обязаны предоставить в составе информацию о красителе, о Ешке. И да, вода питьевая подготовленная, спирт, сода, пищевая добавка, краситель Е-150А, производитель Уильям Грант и сыновья. Что касается Харден Парк, они не окрашивают свои виски. Была продолжающаяся дискуссия по поводу того, красит, не красит. Они не окрашивают виски. И, как мы видим, в принципе, цвет очень и очень схож. Ну что, поехали? Харден Парк. Нежный, медовый, цветочный. Запах печеных яблок. Сложный. Я бы сказал, это аромат на, не знаю, более длительную, что ли, даже выдержку. И точно на более высокий процент алкоголя. Оба имеют по 40, опять-таки требования рынка. Не каждый может сразу оценить интенсивные 43-46. Ну, для энтузиастов, конечно, это... Ну, не минус, но точно не плюс. Очень приятный аромат. Благородный. Цветы. Но здесь яблоки уже не печеные. Здесь... Ах! Такие яблоки, как Грэнни Смит. Такого сорта. Свежие. Цитрусовые. Аромат мандарин. И вдалеке оттенки луговой травы. Как, знаете, в 9 утра у вас будет газонокосильщик. Выглядывайте в окно и запах свежескоршенной травы. Я на самом деле не очень фанат, но что имеем, то имеем. Я так полагаю, я начну, наверное, все-таки с Глэнфидих, ибо в нем напрочь отсутствует какая-то дымность, копченость. Слэнджиба. Аромат настолько дружелюбный, как будто бы это ирландский виски. Такой маслянистый, с нотками ванили. Зефиры, что такое. Цветочное. Вкус же. Есть остринка, есть перчинка, после вкуса особенно. Развивается вот эта луговая тема. И цитрусы. Бандарины. Свежие яблоки. Поехали, второй. Пришла дубовость, небольшая горчинка. Дам. Дело в том, что они... Эта горчинка, она исходит из методов выдержки. Дубовые бочки из-под бурбона. Много заливок. Вот эта горячительная дубовость. Запах желудей. Очень приятный, свежий аромат, комфортный аромат. Вкус развивается. Сразу видно, что мы имеем дело с выверенным солодом. Солодом. Одно солодом, точнее, одно солодом виске. Очень качественным, подобранным, балансированным. Теперь же... Highland Park. Сладжеба. Есть нотка копчения. И вот здесь печеные яблоки. Мед. Послевкусие курага. Сухофрукты. Я полагаю, что здесь влияние бочки, а именно бочки из-под хереса. Насколько я помню, Highland Park использует бочки сорта Pedro Jiménez. Это особый, очень сладкий, очень насыщенный, такой фруктово-паточный. Тип винограда. Белого винограда в Испании. Поехали, второй. Ммм. Ну, что я говорю, друзья. Highland Park, на мой взгляд, это более утончённые виски. Более сложный аромат, но сложный не в плане того, что его сложно воспринять. Как раз таки, если вот разбить эту вкусовую палитру на отдельной составляющей, мы чётко будем видеть. Тут у нас ванилька. Ммм. Послевкусие. Пышнее сухофрукты. Он простой для восприятия, но сложный в плане того, что обилие ароматов более высокое, нежели в Глэнд Федик 12. Это не означает, что этот виски хуже, да? Он просто другой. У нас произошла небольшая накладочка, бывает. Разрадился телефон, но мы продолжаем. Итак, что касается сочетания с табаком. Глэнд Федик 12. Отличный выбор. Дело в том, что вот эта лёгкость, непритязательность, комфортность, свежесть, она очень хорошо оттеняет излишнюю перечность в табаке. Приведу простой пример. Один из моих абсолютных фаворитов. Супер сигарка Уива Сигла 5. Многогранная, богатая, ароматическая палитра. Тут вам и гренки, тут и сухофрукты, это больше к середине. Тут и сладость, и ваниль. Тублённая кожа. Очень-очень-очень сложный аромат. При этом в конце наступает перечность. Я понимаю, да, я имею в виду, дело всё-таки с кубой. Так или иначе, она в большинстве случаев должна проявиться. Не всегда, но тем не менее. Идеально сбалансирует сигару Глэнд Федик 12. Всё, что касается сглаживания углов и баланса, это низкий для вас. Что касается Хайланд Парк 12. Ну, честно вам скажу, это мой чемпион в плане баланса. Даже такой вот табак, как, например, Данхен Микс, трубочный, почему нет? Он сам по себе такой копчёный, вяленый, можно сказать. Обладает под вяленым ярким ароматом. Вот эта нотка дымности ничуть-ничуть не мешает. Она даже, она не увеличивает эту дымность. Наоборот, она их балансирует, делает более приятный, более комфортный к восприятию рецепторами. Этот виски идеально также подходит и для листа Коннектикут и Мадуро. Также убирает перечность. Но вот единственное, что с действительно очень жёсткими, сложными сигарами, с богатыми, землистыми и такими фталиновыми ароматами, он немножко теряется. Да, во всех остальных случаях, это тот виски, который способен из маленького пажа сделать настоящего принца, как было в видео с сигарилой от Монте Кристо. Единственная моя претензия к Гленфиди, это пресловутая холодная фильтрация. Холодная фильтрация нужна для того, чтобы полностью искоренить такую проблему, как замутнение. И да, мы знаем, что в Гленфиди, особенно в американском рынке, до сих пор хреначат тамблеры, ровные стаканы для бурбона и блендового виски. Хреначат туда лёд, разбавляют водой. Окей, в нашем случае мы тоже разбавляем виски водой, я имею в виду дегустаторов, наши дегустационные стаканы. Но это не тот случай, потому что 40% тут нечего разбавляет, тут уже будет просто бурда, честно говоря. Чтобы избежать какой-либо вообще намёка на мутность, присутствует холодная фильтрация. Но мы-то знаем, что охлаждение виски ведёт к потере жиров, аминокислот, протеинов, а они выпадают в осадок и удаляются. Соответственно, вкусовая палитра и ароматы резко урезаются. Поэтому, не уверен, стоит ли игра свеч, но тем не менее, что есть, то есть. Также, к сожалению, и холодная фильтрация присутствует в Highland Park 12. Но, на этом, по сути, всё. Последнее слово за мной. Это действительно разные виски, разный вкусовой спектр, но я свой выбор оставляю за Highland Park 12. При этом, они идут вровень, но они очень разные. Всего самого наилучшего и скоро увидимся. До новых встреч.